Девятнадцатого сентября 1871 года выдающийся отечественный этнограф, антрополог и путешественник Николай Миклуха-Маклай впервые высадился на острове Новая Гвинея. Сегодня мы в нашей студии ждем праправнука и полного тезку знаменитого этнографа и его рассказ о современной Папуа-Новой Гвинеи, что изменилось там со времен того самого Миклуха-Маклая, зачем изучать этот регион, обо всем этом поговорим. И в том числе, как живут папуасы, коренные жители этого региона и, как сказала моя коллега, мы ждем Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Это директора фонда имени Миклуха-Маклая, исследователя, путешественника, который начинает эфир с нами по телефону, но подходит уже к нашей студии. Мы работаем в прямом эфире, накладки случаются и не такие, но это только разнообразит наш эфир. Николай Николаевич, вы нас слышите? Добрый вечер. Николай Николаевич, да, ждем вас. Да, давайте для начала расскажем о той самой знаменитой экспедиции почти 150 лет назад, 19 сентября. Какая была у нее цель, что увидел Миклуха-Маклай в Новой Гвинеи и насколько вообще эта поездка была важна для этнографии вообще во всем мире? Ну, Миклуха-Маклая в тот момент, конечно же, осмелился отправиться на остров, на который боялись отправляться не просто путешественники, а и даже военные. По той причине, что популацы считались целожадными. И когда в 19 октября, сентября, прошу прощения, он подошел к берегу Новой Гвинеи, его, конечно, отправляли как в последний путь. А что боялись? Убьют? Съедят? А боялись, что съедят, скажем так. А вот и Николай Николаевич появляется прямо в нашей студии, и теперь никто не упрекнет нас, что мы, возможно, работаем в кривом эфире. Нет, вот так это и происходит в прямом эфире, и вот такое случается. Николай Николаевич, рады вас. Спасибо большое. Но, собственно, Николай Маклай, видимо, таких страхов о том, что там съедят или еще что-то не было. Более того, была цель доказать, что вообще вот это само понятие дикари, как его воспринимали в западном мире, не соответствует действительности. Не такие уж и дикари. Вы знаете, более глубокая задача не была, и боялся, конечно, он. Почему боялся? Потому что перед отправлением на Новую Гвинею он попросил великого князя Константина, чтобы корабль зашел через год забрать его дневники. То есть он знал, что, скорее всего, он не вернется. То есть даже так. И моряки, когда его отпускали, дали ему оружие, дали ему даже мины. Он не взял для общения с папуасами во время первой встречи, он отложил все и пошел к ним. Они направили на него стрелы и копья, а он вместо этого взял сыновку, которая лежала рядом, и улегся спать. Кто-то подумал бы, что это человек, который просто боится оружия. Он хорошо изучил, наверное, уже примерно понимал, кого он встретил. Я думаю, что это невозможно быть готовым к такой ситуации. Вот, наверное, та самая главная идея, что хотелось ему в первую очередь узнать о том, как живут эти люди, а для этого нужно было войти с ними в добрый контакт, она позволила принять эти неординарные решения. Мы сегодня интересно говорили с ребятами, проводили проект «Открытие наших дней», и они спрашивали меня по этот вопрос. Вот почему вы думаете, вот он так решил? Вот он готовился или не готовился? Я думаю, что если человек изначально всесторонне развит, ему однозначно придет решение. Если у человека есть определенная, что называется, эмпатия, он все равно чувствует окружение. И вы знаете, остров действительно считался опасным. Почему? Потому что попуасы, они сами владели своей землей. Они никаким образом не контактировали с европейцами, активно, особенно в северо-восточной части. И, безусловно, общение с народом, который никогда не видел белого человека, это была не очень понятная для нас ситуация. А к вопросу очень хорошему, который вы задали по поводу того, что он ехал доказать, что они те же люди, он не ехал доказать, что те же люди. Он ехал узнать. Узнать. И что он увидел? Ведь мы же, представляете, вот такие мы белокожие умные ребята с Академией наук и с географическим обществом по всему миру, не были в курсе, и у нас не было абсолютно точной информации. Во-первых, о том, на каком этапе развития находятся попуасы и темнокожие люди. Мало того, выдвигались теории абсолютно необоснованные о том, что темнокожее население является промежуточным звеном между обезьяной и человеком. Мы были и такими. А, собственно, учитель, да, Миклух Маклай, придерживался примерно такой точки зрения? Ну, потому что придерживался... Примерно, Гекель. Да, он придерживался как раз мнения, вы абсолютно правы, такового, потому что основывался на экспедиционных материалах, исследованиях миссионеров. Ну, а они были, в общем-то... Они были чуть-чуть расисты. Несколько ангажированы, да? Чуть-чуть расисты. Да, да. Конечно, его исследование, вы абсолютно правы, это потрясающий вклад в то, чтобы показать, каким образом надо входить в контакт с людьми. Вот ему Лев Николаевич Толстой-то написал насчет этого, что, конечно, вы своим примером, опытом показали, как надо людям жить с людьми. И это непростое дело. Ну, а, собственно, Миклух Маклай утверждал, что никаких особенностей в интеллектуальном развитии, экономической жизни у разных рас нет. На чем он основывался? Что он увидел, что его заставило в это поверить и убедить в этом остальных? Ну, экономические, конечно, есть, просто существует разный этап развития. Дело в том, что, когда ты описываешь их жизнь, культуру, быт, ты начинаешь понимать, как все устроено, то есть как семьи устроены. И он очень хорошо описывал, вы знаете, говорит, никогда не слышал ни руганий, ни брани, ни в семьях, нигде, ни у папуасов, никогда ни повышенного голоса. Говорит, так удивительно, говорит. Вот в нашем мире, который, ну, скажем так, можем сказать, цивилизованный, все совсем по-другому. Конечно же, когда он фактически стал, ну, не частью клана, он не стал, не интегрировался в общество, но он был рядом с этим обществом, мог наблюдать, он сделал очень интересную вещь, которая в последующем позволила окончательно поставить точку. Во-первых, он взял черепа, которые они не хранили, в связи с тем, что они были язычниками, и они их у себя в хижинах располагали. Он взял их и отвез в кунсткамеру нашу, и часть их осталась еще в австралийских музеях с целью того, чтобы показать, вы помните, в музеях бывают черепа обезьяны, там мышки всех разных и людей, хомо сапиенс, как высшая у нас часть. И выяснилось, что они абсолютно схожи. Плюс к этому, вы не поверите, люди тогда считали, что пучкообразный рост волос является причиной неполноценности. Он показал, что таких вещей нет, и пучкообразных волос у них просто не существует. Но люди того времени абсолютно точно заблуждались. Мы не будем говорить, что они глупые, неглупые, просто не было информации. Вот Микуха Макай эту информацию представила. Это, конечно, было сенсационно. Сенсационно для того времени говорить о том, что темнокожие и папуасы такие же люди немыслимо. Я думаю, это было еще и крайне неполиткорректно, потому что, собственно говоря, все рабовладение было построено как раз на теории о том, что они не полноценные, а белые обладают превосходством. И это нужно было иметь огромное мужество для того, чтобы заявить на весь мир такую вещь, что, простите, они такие же люди, как и мы. Это было еще и обвинение в сторону Запада. Пусть и завуалированное, но, в общем-то, что вы эксплуатируете, простите, таких же людей. Вы абсолютно правы. Да, такое время было. И Нот и Глиден говорили о том, что только белая раса является самой превосходной. Шопенгауэр писал об этом. Это, вы знаете, было того времени норма. Не будем говорить о том, что они были какими-то расистами, они считали, да. Они, ну, просто они вот такие вот, как бы... Общепринятая точка зрения. Да. А правда ли, что Миклух Маклай даже хотел Новогвинею от колонизации спасти и, может быть, даже какой-то протекторат ввести туда? Он хотел от колонизации, и он фактически за папуасов бился, конечно же. Дело в том, что северо-восток и берег Маклая – это территория достаточно большая. 300 километров протяженности только побережье, плюс еще вглубь, и достаточно много поселений. И поэтому люди его там очень ценили, уважали. Он фактически писал даже письмо о том, что я не просто как русский, а как тамо-боро-боро, предводитель папуасов берега Маклая, протестую против немецкой колонизации. И призывал, конечно же, и россиян для того, чтобы они вступились. Но на тот момент это политически было, видимо, не обосновано, втягиваться в конфликты. Поэтому ситуация осталась таковой. И в итоге немцы и британцы поделили? Да, немцы и британцы поделили. Ну, ничего страшного. В конце концов, я могу сказать, правда, на нашей стороне Микуха Маклая – один из тех, кто входит в пятерку, в пляду тех людей, которые Папуа Новогвиней считает тем, кто помог осознать независимость этого государства. Об этом говорил и говорит сейчас сам премьер-министр Джеймс Марапов в последнем выступлении. А вот что касается общественного устройства, вы упомянули, что Николай Николаевич не стал частью клана, членом клана, но был к этому близок. Там была клановая система. Как это общество устроено изнутри? Да, конечно, клановая система. Я могу вам сказать интересный факт. Его пытались, конечно же, втянуть в семью папуасов. И прислали ему девушку даже для того, чтобы она ему очень понравилась. Он отклонил это предложение и сказал, что нет, нет, я, соответственно, ни в коей мере не буду к этому причастен. А каким образом было устроено? Дело в том, что посечное огневое земледелие, достаточно крепкие семьи за счет того, что им необходимо было просто-напросто иметь по два мальчика, по две девочки, как минимум для того, чтобы организовывать свое хозяйство. Старейшина обязательно, это клан старейшины и один из лидеров клана. Но это все переходило не по наследству, а была выборная должность. Поэтому в этом плане фактически такая вот интересная демократия, которая позволяла им внутри своего общества, скажем так, первобытного общинного, комфортно существовать. Конечно, это нравилось, потому что определенные свободы, как вы понимаете, те, которые в определенном обществе, где у нас есть ограничений, нет. Он хотел, конечно же, чтобы там была Российская империя, но с целью именно защиты папуасов, как мы понимаем, вклада в гуманитарную поддержку этой части света. Насколько вот сейчас общество изменилось? Вы же недавно вернулись, у вас и не одна экспедиция, собственно говоря, прошла. Давайте сравним, давайте перейдем ко дню сегодняшнему. Дело в том, что цель современных экспедиций была, безусловно, это выяснить, что изменилось. И мы в первую очередь увидели, что достаточно устойчивые традиции, даже вот по рисункам Миклуха Маклая. И потому что мы увидели, можно увидеть, что, например, те же деревни и на тех же самых местах, и те же строения. Да, безусловно, они сейчас используют футболки, какие-то шорты, одежду. И даже мобильные телефоны добрались и туда. Да, да. Мало того, ну их немного, мобильных телефонов. Мобильные телефоны появились в последний раз, и я их привез. Поэтому один из, как Миклуха Маклая и топор привез, так я им мобильные телефоны и компьютеры. То есть если что-то с обществом с этим пойдет не так, мы понимаем, кого винить. Да, да. Кто показал людям гаджеты? Мы как-то, я хотел исследовать, насколько влияет на них интернет и гаджеты. И выяснилось о том, что интернет-то появился хороший, а вот гаджетов совсем нет. И никак мне с ними не связаться. И поэтому каждому из лидеров клана и старейшин я выдал по телефону, и теперь мы с ними на связи. Очень сильных в жизни, вот я просто хочу узнать, да, люди жили, не знали этой гадости. Насколько их жизнь не изменилась после этого? Ну, они еще не знают тех приложений, которых вы называете гадостью. Поэтому для них пока телефон, мобильный, это хорошо. Просто средство связи. Это средство связи, средство общения с внешним миром. И, безусловно, они рады, что они могут быть со мной в контакте. Потому что, конечно, для меня это и большая честь, что они меня воспринимают своим человеком. Я действительно себя воспринимаю частью клана, поэтому вы со мной разговариваете как с белым попуасом. Ну вот вы сейчас опять упомянули клан. Клановая структура по-прежнему сохранилась? Или это уже скорее, ну, какое-то, я не знаю, вот как у нас есть такие, знаете, этнографические деревни, где люди скорее изображают какой-то сельский быт, чем он существует в реальности? Зачем они живут действительно такой жизнью? Очень хороший вопрос, потому что действительно сохранилось. Это общество действительно сохраняет эти традиции, клановые традиции и уважение к старейшинам. Во многих, кстати, регионах России это же и сохранилось, особенно как бы в деревенских регионах, в деревнях, я прошу прощения, не в городе. И это позволяет еще, они очень держатся за землю, за свою, почему они не очень сильно мигрируют, хотя миграция существует в города. В основном потому, что это земля их. Вы не поверите, если полезные ископаемые находят на их земле, то государство может распределить землю. Но окончательное согласование только от лидеров клана, которым платят деньги. А что касается представлений о по-прежнему кровожадности папуасов, там вот была такая история с похищением даже австралийца одного. Слушайте, не одно, не одно, да. Папу Новогвиней входит в тройку самых криминальных стран мира из более чем двухсот. Опять же, по статистике. Мы до этого упомянули, значит, статистику того, что кого-то считали неполноценными из-за заблуждений. Поэтому мы должны некоторую корректировку насчет этого делать, да. Дело в том, что профессора украли неподалеку от того места, которое я посещал. Действительно, место неспокойное, но в каком плане неспокойное? Если ты его не знаешь и не знаешь, каким образом согласовать, найти неприятности везде можно, в любой стране. Дело в том, что... Объясню принцип, какие новости, как новости добрались до нас. Профессор высадился, прилетел на вертолете, взял с собой охранника. Приходит такой добрый и говорит к моим друзьям-папуасам. Вот вы знаете, я в центральной части, это было недалеко от озера Кутуба. Говорит, я хотел бы поизучать, как вы мигрируете в Австралию и почему вы стремитесь поехать в австралийские университеты. Извините, а вы с кем согласовали визит? Старейшина вас не знает, вы тут с хорошим мобильным телефоном, вы тут нам вопросы задаете, а что принесли? Где подарки? То есть существует некая процедура, как зайти, скажем так, в его общество? Я объясню просто немножко понимание. Дело в том, что когда вы приходите к ним на землю, так же, как он приходит к вам в квартиру. То есть вы считаете, что когда по улице ходят, это общее, а он нет, это его. Ну, ясное дело, еще и с пустыми руками. Да, без подарков. И он говорит, ну, слушайте, извините, сейчас вопрос решим. Начинает звонить, говорит, вы знаете, меня тут попуаса задержали, спрашивает про подарки. Ну, что может ответить на это австралийская пресса? Он, конечно, после этого говорит, ну, бедного австралийца тут схватили и кровожадным образом хотят... Понятно. Конечно, его спокойно отпустили. Каким образом я это все дело провожу? Я получаю защиту от лидера клана, потому что с ним согласовываю визит. Безусловно, существуют определенные подарки, но это нормальная часть. Мы же не туристы, мы же исследователи. И для этого нужно прокладывать дорогу. Поэтому... А вот интересно, подарки это что? Это деньги, я не знаю, утварь, бусы? Чтобы мы понимали тоже. Бусы дорогого стоят, я хочу сказать. Знаете, вот компания Shell, помните, да, такая, Shell Money? А ведь Shell Money, это Shell, это ракушка. Это и есть самое ценное, самое дорогое. И у папуасов, так же, как у океанинских народов, ракушки дорогого стоят. Поэтому, если, в принципе, я принес бы бусы из ракушек, они бы взяли. Это хорошие деньги. Но я привожу свинью. Без свиньи никак. Свинья, это большой подарок. И во время инициации, или во время свадьбы. Живую. Живую, конечно. Вот, и они уже решают, или же они ее едят, или же они ее откладывают. То есть, это действительно самое важное. Но иногда мы везем продукты какие-то, так, чтобы деньгами платить, я это не делаю. Пишут зрители, любила читать в детстве книги про Миклух Маклая. Спасибо, что напомнили, это интересно. Интересно, есть ли разговорник или словарь русско-папуасский? Как вы друг друга понимаете? Есть, вы не поверите. У нас на сайте фонда имени Миклуха Маклая мы опубликовали. То есть, можно поискать. Ну, например, вы точно можете сейчас запомнить. Мы можем сказать, что Джамбля Белен, это Доброе утро. Или Один Дьюном Николай, меня зовут Николай. Я думаю, зрители запомнят. И в бунгуанских деревнях вы сможете быть своим. Еще вопрос. Остались ли папуасы наивными, как дети, с вашей точки зрения? С моей точки зрения, они, да, наивные. Да, они как дети. И это, наверное, позволяет быть такими интересными людьми, которые искренне верят в те вещи, которые нам, казалось бы, уже не стоят. Ну, например, они верят абсолютно точно в то, что именно во всем им поможет правительство. Они каждый день поют гимн Папула Новых Гвиней не потому, что это нужно, а потому что в школах, а потому что понимают, что они горды не своим независимым государством. Они верят иногда в те вещи, которые нам казалось бы смешными. Интересно, у них есть такой карго-культ. Это когда они, как повторюшки, делают то же самое, что, например, белокожие, и ждут от этого каких-то благ. Ну, например, была у них ситуация, во Второй мировой войне стояла там самолет и авиационная база. И вот этот самолет ушел, а рядом с самолетом всегда были пилоты. Они садились за стол и ели всякие явства. Война закончилась, они построили самолет из подручных материалов и стол. Приходят за стол, а еды нет. К ним подходят миссионеры, говорят, слушайте, ребят, ну как так? Вы же приходите и садитесь за стол, ждете еды. Ну, вы понимаете, что это невозможно? Ну, как же, мы делаем то же самое, что и вот эти военные во время войны. Они, самолет есть, они приходили за стол, еда всегда была. Говорят, вы в это верите? Да, мы, говорит, в это верим. Но вы уже 20 лет ходите и верите в это. Говорят, ну, послушайте, и, знаете, тут такой ответ был. Вы в Христа уже сколько времени верите? И ничего. Это не наивность, это глубокая философия, я бы сказал. Вот, ну, ответ у них был такой интересный. У них есть такая детская особенность, знаете, они, когда получают деньги, тратят их сразу. Вот это проблема. Их надо учить тратить деньги. В современном обществе ребята из деревни трудно интегрируются, им нужно время. Но сейчас начинают получать образование, поэтому все хорошо. Николай Николаевич, а вот откуда у вас родилась идея изучать этот регион? Что вы для себя вынесли из этого региона? Как вот вообще поехали туда? Идея возникла по той причине, что я выяснил, что, оказывается, несмотря на то, что все изучено в этом мире, как кажется, то это только кажется. И в 2017 году, когда я отправлялся в экспедицию, до этого два года я занимался тем, чтобы узнать подробности о том, что происходит по полному обвинению ни в Академии наук, ни исследователи, которые, ну, хотя бы просто там бывали, ни дали мне никакой информации. И не было никаких контактов. Поэтому мы отправлялись туда фактически, как Миклуха Маклея, не зная куда. И вот то, что мы увидели и встречу, и их быт, и жизнь, это то, что, в принципе, нас подвигло уже дальше заниматься. Мне это нравится, мне это интересно. И я этим занимаюсь по той причине, что вижу, какой отклик это происходит и в сердцах папуасов, да и наших российских. Потому что это потрясающе интересная же ситуация, когда, смотрите, мы не общались столько лет, но в России хорошо знают о Папуновой обвинении, а в Папуновой обвинении очень хорошо относятся к России, очень любят Миклуха Маклея. И вроде бы у нас нету никаких взаимоотношений, а какие вот такие вот незримые связи нас постоянно связывали. Поэтому, наверное, это и пошло так быстро и хорошо сейчас у меня, по той причине, что это все реализуется, потому что та и историческая память, и интерес к тому, чтобы развивать дальше, и не потерять. Вот сейчас мы ездили в экспедиции, когда последние, не поверите же, я брал в последнюю экспедицию своего сына младшего. И я не подготовил никаким образом ничего для того, чтобы... И так получилось, что они встречали меня лучше, чем когда-либо, потому что хотели именно сохранять эту связь. Мы вас ждем сыном в следующий раз в студии с рассказом... Николай Миклуха Маклая, директор фонда Миклуха Маклая, исследователь и путешественник был в нашей студии. Эту программу провели Ольга Арсланова. Дмитрий Лысков, до встречи. Дмитрий Лысков, до встречи.